У американской авиакомпании United Airlines продолжается черная полоса. На этот раз самолет авиакомпании загорелся в аэропорту New York Liberty в Нью-Джерси. В результате инцидента пострадало пять человек. Один из двигателей лайнера авиакомпании загорелся при попытке взлета. Все находившиеся на борту пассажиры были эвакуированы, а аэропорты временно закрыли. Boeing 757 готовился к вылету из международного аэропорта в Нью-Джерси и направлялся в Сан-Франциско. На борту находилось 124 пассажира и семь членов экипажа. Министерство внутренней безопасности США, вопреки ужесточившейся миграционной политике, пойдет на уступки по отношению к пострадавшим землетрясению на Гаити людям, которые в данный момент находятся на территории Соединенных Штатов. Таких людей в стране около 50 тысяч, и они не могут вернуться на родину из-за того, что Гаити так и не восстановили после стихийного бедствия. Власти США позволят гаитянам задержаться в стране до начала 2018 года. Министр Джон Келли выразил надежду, что в скором ситуация на Гаити улучшится. Законы США позволяют Министерству внутренней безопасности предоставлять временную защиту и убежище гражданам других стран, пострадавшим в результате насилия, эпидемий или стихийных бедствий. Настоящее стихийное бедствие пришло в Гонконг, в котором в результате четырехчасового шторма началось наводнение. Обсерватория Гонконга выпустила сперва оранжевое, затем красное, а потом и вовсе черное предупреждение в 6 часов утра, чтобы предупредить жителей о том, что пребывание на улице может быть опасным. Однако уже после полудня штормовое предупреждение отменили. Во многих местах уровень воды на земле был более 5 сантиметров, а в некоторых достигал 10. В Австралии в священном для аборигенов месте вблизи скального образования Улуру начался исторический саммит, посвященный 50-летию с момента признания прав аборигенов. 27 мая 1967 года в Австралии был проведен референдум, по итогам которого были внесены поправки в Конституцию страны, разрешавшие принимать специальные законы в интересах коренного населения. За принятие этих поправок тогда проголосовало 90,2% избирателей, что является самым высоким результатом за всю историю страны. Аборигены Австралии составляют 2,5% от 24 миллионов жителей всей страны. Высокие технологии продолжают победное шествие по миру, захватив уже и область изобразительного искусства. Японские художники из организации Team Lab привезли свою первую интерактивную выставку в Пекин. Посетители получили возможность увидеть цифровой сад, в котором цветут яркие цветы и живут удивительные лесные животные. Разумеется, художники не просто показали картинки, а создали настоящее интерактивное шоу, в которое можно включиться при помощи смартфона. И самая удивительная новинка — это город набросков, в котором детям показывают, как их рисунки превращаются в 3D-модели. На 90-м году жизни умер британский актер Роджер Мур, известный благодаря исполнению роли Джеймса Бонда. В семье Мура заявили, что актер скончался в Швейцарии после короткой, но отважной борьбы с раком. Похороны пройдут в Монако. Мур сыграл агента 007 в семи фильмах. После ухода из Бондианы артист стал послом доброй воли ЮНИСЕФ. В 2003 году он был произведен в «Рыцари» за благотворительную деятельность. После отмены санкций США и смерти Фидели Кастро Куба начала стремительно развивать сферу туризма. В стране во вторник впервые открылся пятизвездочный отель. Фешенебельная гостиница распахнула свои двери в отреставрированном здании XIX века, которое было построено специально для того, чтобы разместить первый на острове торговый центр в европейском стиле. Теперь здесь расположился отель, в котором имеется 246 номеров, бассейн и прекрасные террасы с видами на город. На севере Бразилии, в регионе Карнаиба, где расположено множество рудников, нашли необычно большой изумруд, высота которого составляет почти полтора метра, а масса — 360 килограммов. Гигантский драгоценный камень был найден на глубине 200 метров. Изумруд уже успели продать частному лицу, которая отказалась от интервью в интересах безопасности. Стоимость драгоценного камня также неизвестна. В 2001 году в этом же регионе во время раскопок нашли изумруд массой 20 килограммов. Его стоимость оценивалась в 310 миллионов долларов.